Волга в Кстовском районе стала туалетом для жителей элитных коттеджей. В поселке Великий Враг жители нескольких домов сливают канализацию в реку. Вместо установки сливных ям, как того требует закон, они по трубам спускают все отходы сначала в ручей, а потом в Волгу. Знают об этом даже местные власти, но ничего сделать не могут. Одна труба, вот вторая труба. Из домовладений направлены трубы, из канализационной трубы сливаются сюда. И вот далее, видите, течение, это все потом поступит в реку Волга. Порядка 25-30 по всему оврагу. Это переливная канализация с выгреба, потому что периодически так пахнет, что соседи приходят и говорят, что у вас такое случилось. Деревья гибнут. Невозможно просто. Вы понимаете, невозможно. Сюда спуститься, видите, мы не всегда ухаживаем. Голоса ест. Вдоль воды этих фекалий даже уже трава не растет. Фекалии впадают в речку Великображку, затем речка Великображка впадает в реку Волга. Утром очень сильно чувствуется. А вот постойте прямо здесь и почувствуете. Запах канализации настроят дома, стараются грибные ямы расположить так, чтобы они были рядом с оврагом. Соответственно, переливается в овраг все и течет здесь. Раньше в детстве здесь босиком ходили по любому оврагу. И воду пили, и овощи поливали. Лесной массив. Юрисдикция Министерства лесного хозяйства. Комиссионно работали с ними. Мы прошли весь овраг. Выявили эти трубы, которые выходят. Привязали их по кадастровым ориентированным к земельным участкам. Выявили почтовые адреса, владельцев. То есть работа была проведена большая. Были выписаны штрафы. Ну, штрафы, видимо, оплачены были, но трубы не убраны. Из бани выходит труба. Из бани, где моюсь? Из бани-то что там помыться-то? Это с крыши, когда это самый дождик. Это вот труба идет. А что тут такое? Это дождевая вода, ничего страшного. Я не разговариваю с ними. Какое они имеют право снивать, они без разрешения. Канализация выходит. Вот у кого нет таких колодцев переливных, у тех у всех выходят в овраг. А у кого есть канализация, кому машины приходят, те фекалку откачивают. Наверное, они экономят на строительстве септиков и вывозе ЖБО с территории своих домовладений. Они немалоимущие. Я, честно говоря, не понимаю, как и так жить здесь и гадить. Я не понимаю, как это возможно. Мы же ведь строим дома для того, чтобы комфортно проживать, свежий воздух. И вот так вот загаживать ту территорию, на которой живешь, для меня это как-то неприемлемо. Кстати, местные лесничи, например, несколько раз оштрафовывали хозяев домов за сброс канализационной воды. Но только при условии, что было обращение к ним других граждан. Без обращения, то есть просто по факту они работать не могут. Продолжение следует...